Сейчас услышать... Вон, давно тянет Алик. Вопрос. Вот, пожалуйста. Алик Пухаев, сегодня представляю телеграм-канал «Осетия». Я хотел спросить вопрос, хотел спросить о распределительном центре «Вайлдберрис». Вот было подписано соглашение, и это колоссальная цифра рабочих мест, которые создаст. Вон 8 тысяч человек найдут работу. И вот есть ли некая договоренность о том, что при поиске людей, в том числе и на низшие, и на высшие позиции, приоритет будет отдаваться местным кадрам и местному рынку труда? Алик, конечно, есть. Да и это не только договоренность. Вот соглашение, которое, как бы, ты сказал, мы подписали, это не просто соглашение, это инвестиционное соглашение. Да, и дорожная карта уже есть. И сегодня идет проектирование. Мы договорились так, что планируют выйти на стройплощадку в начале 2025 года. В первую очередь, это конец 2025, начало 2026, а полный проект – конец 2027 года. Объем инвестиций – 12 миллиардов. Количество рабочих мест, как ты сказал, 8 тысяч. Первый этап, когда он будет сделан, да, там будет 2,5 тысячи. И, конечно, есть договоренности о том, что, значит, где этот распределительный центр будет, там и рабочая сила. Все зависит от наших жителей самих, да. По уровням есть, ну, квалификационные требования определенные, там, топ-менеджер и все остальное. Тут уже мы навязывать инвестору, да, что условия, что вот топ-менеджеры все должны быть наши, тут мы ему навязывать не можем. Но поучаствовать в конкурсе, да, и, значит, попытаться устроить проблем нет, тем более, чтобы ты знал, чтобы знали. Этот участок земли же не республика выделила. Это частный участок земли был. И тот, кто был собственником участка земли, он участвует в этом деле. И он участвует и в проектировании, и будет участвовать и в строительстве. Поэтому, естественно, преимущество будет для наших жителей. Но тут уже зависит и от выбора. Второй момент. Мы договорились еще и на обучение. Да, то есть специалисты самого Вайлберса будут проводить обучающие семинары для тех, кто хочет работать. Вот, и если вы думаете, просто так было в Урганной Осетии, да, для строительства такого крупного центра, то вы ошибаетесь. Проговорения были из других регионов тоже. Но мы транспортный узел. Да, у нас железная дорога, у нас автотрассы федеральные, региональные, и у нас аэропорт. И в принципе, да, сегодня транзитный автотранспорт проходит с грузами в Альберс. И они, в соответствии с постановлением правительства, как и Почта России, имеют преимущество в передвижении и проходе границы. И это их, в принципе, это тоже заинтересовало. Дальше у нас полоса 3,200 в аэропорту. Наш аэропорт может принимать грузовые самолеты. От аэропорта до железной дороги, до Беслана, до Владикавказа, ну не умеете рассказывать, какие расстояния. Согласен, да? Да и даже до самого же этого распределительного центра, который будет рядом с объездной стоять. Поэтому не использовать это было бы глупо. И вот эти договоренности не закреплены в инвестиционном соглашении. Закреплены. И в инвестиционном соглашении даже зарплата закреплена. Но она закреплена не в цифрах, хотя в дорожной карте не есть. Экономика там есть и все остальное. А закреплена еще в статистике. То есть, вот есть такое понятие. Средняя зарплата по отрасли. Или средняя зарплата по региону. Так вот, когда мы подпишем, когда они будут выходить на стройку, на физическую, будет подписан инвестиционный договор. Да, и в этом инвестиционном договоре, это инвестпроект, будет прописано, к примеру, так, что зарплата в полтора или два раза выше, чем средняя, если отрасль такая есть. Или средняя по региону.